Брестский технопарк – масштабное здание, встречающее всех, кто движется по улице Пионерской. Именно здесь, практически возле центральной части города, творится история различных открытий и изобретений. Эти разработки – не просто лабораторное начинание, это потенциальная базиса серьезных бизнесов, которые имеют все перспективы стать конкурентоспособными и востребованными на республиканском и международном рынках. Задача технопарка – помочь резидентам на начальном этапе. Держать их бесконечно долго в тепличных условиях не только не полезно, но и вредно, как для экономики в целом, так и для них самих. В конкуренции формируется что-то новое. Либо появляются идеи, которые много говорят, ну там, ой, это неинтересно, это не заработает, но это должны оценивать не какие-то даже эксперты, причем эксперты высокого уровня, это должен оценивать рынок. То есть потребитель, который знает, что ему подходит, устраивает его это, либо не устраивает. Если потребитель не дает обратную связь, соответственно, мы даже не узнаем, рабочие это идеи, либо не рабочие. И задача технопарка, вот эти вот идеи, либо людей с идеями, им помочь добраться до клиента. Помощь здесь, конечно, разная, но вот именно задача, чтобы идея не осталась на уровне идеи, она превратилась в продукт. Почему место обмена идеями? Все просто. Со временем здесь планируют создать научно-промышленный кластер, где смогут разместиться десятки, а то и сотни новых производств с роботами и современными станками, экологически чистые, не дымящие, не шумящие. Сейчас для этого создаются дополнительные условия, расширяются площади. Строители переделывают старое четырехэтажное здание в восьмиэтажное. Удваивается общая площадь, пропорционально увеличивается количество резидентов. Проект еще не завершен, а потенциальные арендаторы уже зарезервировали под себя несколько будущих этажей. У нас теперь не четыре этажа, а восемь этажей. Они полностью залиты. Вот буквально в начале недели заливали последний элементом о наличии одного из этажей. То есть мы фактически сейчас уже с восьми этажами. К началу года, это где-то январь-февраль следующего, мы сдаем первую-вторую очередь. Это полноценные два этажа, небольшая парковка, велая и автомобильная. И если все будет хорошо, то мы войдем и в третью очередь, может еще один-два этажа добавится. То есть фактически мы в следующем году начинаем поэтапно сдавать этажи новых помещений и запускать туда и существующих резидентов, и новых резидентов, которые находятся в режиме ожидания по расширению. Вот там висят планы по этажам. Вот эти планы, это вот то, что сейчас на четыре этажа полностью уже расписано желающее. То есть у меня сейчас желающих больше, чем мы этажей сдаем в первую очередь. Включаемся и работаем продуктивно, коллективно. Сегодня многие успешные проекты базируются на IT-технологиях. Их носители, в том числе резиденты технопарка, открыты миру, работают не только на Беларусь. Так, например, школа MyIT из формата офлайн уверенными шагами перебазировалась на онлайн-просторы. Теперь здесь учатся будущие программисты со всего мира. Для учебы достаточно иметь лишь хороший компьютер и интернет. Остальную часть берут на себя педагоги. Мы как образовательный проект входим в инфраструктуру технопарка, в его экосистему, как вот часть подготовки специалистов. Для подростков самое важное – это профессиональная ориентация и получение знаний. За время работы в технопарке у нас получился такой уже замкнутый цикл, если можно так сказать. Подростки, которые к нам когда-то пришли в 12-13 лет или старше, уже закончили школу, выбрали то направление, с которым они хотели бы связать свою жизнь. Многие поступили в ВУЗы. В ВУЗах многие ребята уже после первого-второго курса работают. Еще один успешный резидент технопарка – предприятие «Белинновация». Все об информационных технологиях в медицине. Электронный документ и оборот не только упрощает работу медикам, но и дает определенные преимущества пациентам, обслуживаемым в этих учреждениях. К слову, в эти дни проходит апробацию новый проект скрининга пациентов, склонных к раковым опухолям. Придумывать такие проекты в достаточно комфортных условиях получается оперативно и слаженно. Медицинская система медик используется в Республике Беларусь, в медицинских учреждениях различного профиля, то есть в стационарах, поликлиниках, диспансерах. Основное рождение ее происходило, шло из онкологического диспансера. В мире уже существуют различные программы автоматизации этого процесса, поскольку для государства это очень важно, найти опухоль на ранней стадии развития ее. Без внедрения нанотехнологий не выдержать конкуренции – это один из законов современного рынка. Именно поэтому одну из своих главных задач сотрудники технопарка ведет в том, чтобы удержать в регионе перспективные умы, дать шанс им не только заявить о себе, но и сохранить свои изобретения. Но прежде чем замахиваться на нечто грандиозное, вначале надо довести до совершенства то, что есть, и к этому прикладываются все усилия.